26 сентября Дух Свободы Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. 2 Коринфянам 3 глава 17 текст Путешествуя на автомобиле по живописным загородным местам штата Орегон, я много раз слушал кассету с записями христианской исполнительницы Дарлин, поющей о свободе в Иисусе. Освобождение от физического, эмоционального и духовного рабства равносильно освобождению из тюрьмы самого строгого режима после того, как человек провел там много лет. В это время хочется восклицать и петь от радости. Однако Павел, скорее всего, пишет о свободе, с которой исполненный духом христианин входит в присутствие Божьих. Дух есть Бог, как Отец есть Бог и Сын есть Бог. Он назван Духом Божьим и Духом Христовым. Это никоим образом не умаляет личности Святого Духа, как не была умалена и личности Иисуса, когда Он сказал, «Я и Отец одно». Являясь одной из личностей Троицы, Святой Дух удаляет завесу, которая мешает человеку иметь понимание близости Бога и общения с Ним. Когда Святой Дух ведет покорившегося грешника к Иисусу, завеса начинает открываться, и в момент обращения она полностью удаляется Иисусом. Теперь посредством молитвы новый христианин имеет свободный доступ к Отцу, не загроможденный виной и страхом. Чем больше Святой Дух наполняет жизнь, тем большую радость испытывает Личность в Божьем присутствии. Крещенные Духом христиане будут настолько остро ощущать близость присутствия Божьего, что, подобно первым адвентистам, без устали будут восклицать и славить Бога в пении. Можете ли вы быть лишены свободы, которую Святой Дух предлагает вам? Причиной этого может быть гордость. Что другие подумают обо мне? Возможно, это страх. Что случится, если Святой Дух наполнит мою жизнь? Возможно, это грех. Не должен ли я буду отказаться от того, что теперь мне нравится делать? В узах, какого бы рабства вы ни находились, позвольте Святому Духу сделать вас свободными. Истинная свобода дороже всего. Как сказал Иисус, те, кто свободны в Нем, являются воистину свободными. Святой Дух, я радуюсь освобождению от всего, что мешало мне сознавать близость присутствия Бога в моей жизни. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки моей битве и персты моей брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи! Что есть человек? Что ты знаешь о нем? И Сын Человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению. Дни его, как уклоняющаяся тень. Господи! Преклони небеса Твои и сойди. Коснись гор и воздымятся. Блесни молнию и рассей их. Пусти стрелы Твои и расстрой их. Простри с высоты руку Твою. Избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные, и которых десница, десница лжи. Боже! Новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные, и которых десница, десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажетях наших, да будут волы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Вторник, 26 сентября. Церковь Бога Живого. Прочитайте послание к Ефесянам, 3 главу. «Потому-то и сделался я, Павел, узником Христа и Иисуса ради вас, язычников. Вы, конечно, слышали о том, как Бог даровал мне свою благодать, чтобы мог я вам послужить. Через откровение поведал он мне тайну». Я уже писал об этом кратко, и вы, читая то, можете уяснить себе, как понимаю я тайну Христову, которую людям прежних поколений не дано было понять так, как открылась она теперь в духе святым апостолам его и пророкам. В том это тайна, что теперь через весть благую язычники, сонаследники вместе с иудеями, части того же самого тела они, и на них тоже распространяется обещание Божие во Христе и Иисусе. Я стал служителем благой вести этой, когда обрел дар Божьей благодати, познав на себе действие силы его. Мне, ничтожнейшему из всех в его народе, была оказана эта милость — проповедовать язычникам безмерно великое богатство Христова и просветить всех, как осуществится тайное намерение, которое многие века оставалось сокрытым у Бога, создавшего все, чтобы премудрость Божия в бесконечных ее проявлениях ныне могла быть известной правителем и властям мира небесного через Церковь, в согласии с предвечным намерением, которое Бог и исполнил во Христе и Иисусе, Господе нашим. В Нем, через веру в Него, мы можем смело и уверенно обращаться к Богу. Потому я прошу, не впадайте в уныние из-за моих страданий ради вас. Они — ваша слава. Потому и преклоняю я колени в молитве пред Отцом, от которого все земные и небесные роды получают свои настоящие имена. Я прошу Его, чтобы Он по богатству Своих совершенств наделил вас через Духа Своего внутренней силой и твердостью. И Христос, через веру вашу, воистину мог жить в сердцах ваших, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, в состоянии были вместе со всем святым народом Его постичь, что есть широта и долгота, высота и глубина любви Христовой, и могли познать эту стоящую выше всякого познания любовь Его и преисполнится всей полнотой Божией. Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем. Ему, да будет в Церкви и во Христе и Иисусе слава во всех поколениях во веки веков. Аминь. Почему быть частью Божьей Церкви это так важно и так волнующе? Мы воодушевляемся, когда слышим, как члены Церкви говорят добрые слова о Церкви. Однако, даже самым восторженным из нас далеко до Павлова исчерпывающего свидетельства о Церкви. Послание к Ефесянам, третьей главе. Павел начинает эту часть послания о своих молитвах за верующих в Ефесе, но прерывается, чтобы обсудить Божье создание Церкви, а затем завершает свое свидетельство о молитве. Плавно мы переходим к пониманию важных вещей о Божьем замысле и тайне. В вечности Бог задумывает тайну или замысел о Церкви. Благодаря жизни и смерти Иисуса этот долго скрываемый замысел исполняется. Через Откровение Павел узнает тайну Церкви и тот удивительный факт, что язычники должны быть в ней полноправными членами. Павел участвует в распространении этой благой вести как проповедник язычникам о неисследимом богатстве Христовом. Состоя из многих обратившихся ко Христу, Церковь, в которой есть иудеи и язычники, являет начальством и властям на небесах многоразличную премудрость Божию, возвещая силам зла об их грядущей гибели. Замысел соединения всего сущего во Христе осуществляется, и время сил зла ограничено. Такое понимание Церкви побуждает Павла молиться за верующих. Почему бы не представить, что он молится о вас, той сердечной молитвой из 3 главы послания к Ефесянам? Почему бы не вообразить, как он молится о том, чтобы вы исполнились всей полнотой Божьей и всецело участвовали в удивительной, раскрывающейся тайне Единой Церкви? Какие преграды существуют между верующими в нашей Церкви, которых не должно быть в свете того, что написал Павел? Что вы можете сделать, чтобы способствовать их устранению? Моё первое видение Поскольку Бог показал мне странствование адвентистского народа к святому граду и славную награду, которую получат ожидающие возвращения своего Господа из брачного чертога, я считаю своим долгом сделать краткий обзор того, что Господь открыл мне. Дорогим братьям и сестрам предстоит пройти много испытаний. Но наши кратковременные легкие страдания произведут в нас в безмерном преизбытке вечную славу. Если мы смотрим не на видимое, а на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Я попыталась принести добрую весть и несколько гроздьев винограда из небесного Ханаана, за что многие хотели бы побить меня камнями, как и израильтяне хотели побить камнями Халева и Иисуса Навина за их сообщение. Но уверяю вас, мои братья и сестры в Господе, это прекрасная страна, и у нас есть все возможности, чтобы взойти туда и овладеть ею. Когда я молилась у семейного алтаря, Дух Святой сошел на меня, и мне показалось, что я поднимаюсь все выше и выше, намного выше этого мрачного мира. Я обернулась, пытаясь взглядом отыскать на земле адвентистский народ, но не могла никого найти. Тогда голос сказал мне, «Взгляни снова, но немного выше». Я подняла глаза и увидела прямой и узкий путь, вознесенный над землей. По этому пути по направлению к городу, находившемуся на дальнем конце пути, шел адвентистский народ. Позади него в начале пути горел яркий свет, который, по словам ангела, был полночным криком. Сияние света освещало всю дорогу, чтобы люди не спотыкались. Пока их взоры были сосредоточены на Иисусе, который находился прямо перед ними и вел их в город, они были в безопасности. Но вскоре некоторые утомились и стали говорить, что город слишком далеко, а они рассчитывали войти в него раньше. Тогда Иисус ободрил их, подняв свою славную десницу. От его руки исшел свет, осветивший группу адвентистов, и они воскликнули «Аллилуйя!» Другие же поспешили отвергнуть свет, горевший позади них, говоря, что Бог не вел их до сего времени. Тогда свет для них погас, и ноги разуверившихся оказались в кромешной тьме. Они начали спотыкаться, потеряли из виду и путеводные знаки, и Иисуса, сбились с пути и упали вниз, во тьму, в нечестивый мир. Вскоре мы услышали глаз Божий, подобный шуму вод многих, который возвестил нам день и час пришествия Христова. Живущие святые числом 144 тысячи узнали и поняли этот глаз, в то время как нечестивые решили, что это гром и землетрясение. Когда же Бог провозгласил время, Он излил на нас Святой Дух, и наши лица засияли славой Божьей, подобно лицу Моисея, когда он сошел с горе Синай. 144 тысячи были запечатлены и пребывали в совершенном единстве. На челах их было начертано Бог, Новый Иерусалим, а также славная звезда, содержащая новое имя Иисуса. Увидев наши счастливые просветленные лица, нечестивые пришли в бешенство и с яростью устремились на нас, чтобы наложить на нас руки и бросить в темницу. Но мы простерли руки во имя Господа и нечестивые беспомощно упали на землю. Тогда это сборище сатанинское узнало, что Бог возлюбил нас, омывавших друг другу ноги и приветствовавших братьев святым лапзанием, и они поклонились нам, припав к нашим ногам. Вскоре мы обратили взоры на восток, где появилась маленькая темная облачка размером примерно в половину мужской ладони. Мы знали, что это знамение Сына Человеческого. Мы пристально всматривались в это облако, соблюдая торжественную тишину. Оно становилось все больше, светлее, прекраснее и славнее, пока не превратилось в большое белое облако. Основание его было подобно огню. Над облаком простиралась радуга. Вокруг него тьмы тем ангелов, поющих прекрасную песнь. А на облаке восседал Сын Человеческий. Волосы его были светлыми и волнистыми и не спадали ему на плечи. Голову его украшало множество венцов. Ноги его были как огонь. В правой руке он держал острый серп, а в левой серебряную трубу. Его очи были подобны пламени огня, и взгляд испытающий пронизывал его детей. Вдруг лица у всех побледнели, а у тех, кого отверг Бог, почернели. Затем мы все воскликнули, кто сможет устоять, чисты ли мои одежды? Тогда ангелы перестали петь. И в благоговейной тишине Иисус сказал, «Те, у кого чистые руки и сердца смогут устоять, довольна для вас благодати моей». При этом наши лица просветлели, и радость наполнила каждое сердце. Ангелы, возвысив голоса, снова запели, в то время как облако опустилось еще ниже к земле. Когда Иисус стал спускаться на облаке, окруженный огненными языками, зазвучала его серебряная труба. Он пристально посмотрел на могилы спящих святых, затем поднял глаза и руки к небу и возгласил, «Пробудитесь! пробудитесь! Пробудитесь, спящие вопрахи и восстаньте!» Вслед за этим произошло сильное землетрясение. Могилы отверзлись, и мертвые вышли, обличенные в бессмертие. 144 тысячи воскликнули «Аллилуйя!» Ибо узнали своих друзей, с которыми их разлучила смерть. И в тот же миг мы изменились и вместе с ними были восхищены ввысь в сретенье Господу на воздухе. Мы все взошли на облако и семь дней возносились к Стеклянному морю. Затем Иисус взял венцы и собственноручно возложил их на наши головы. Он дал нам золотые арфы и пальмовые ветви победы. Здесь на Стеклянном море 144 тысячи выстроились в правильный квадрат. У некоторых были очень яркие венцы, у других чуть тусклее. Некоторые венцы были усеяны многими звездами, а в других сияло лишь несколько звезд. Все были вполне довольны своими венцами, и все были облачены в прекрасные белые мантии, не спадавшие с плеч до самых пят. Ангелы окружали нас, когда мы шествовали через стеклянное море к воротам города. Иисус поднял свою могучую, славную руку, положил ее на жемчужные ворота, толкнул их, и они открылись, повернувшись на сверкающих петлях. Затем он сказал нам, «Вы омыли свои одежды в моей крови, твердо стояли за истину мою». Так войдите же, мы все вошли в ворота, чувствуя, что имеем полное право на этот город. Там мы увидели древо жизни и престол Божий. От престола вытекала чистая река, на обоих берегах, которые росло древо жизни. Один ствол его находился на правом берегу, другой на левом. Оба из чистого прозрачного золота. Сначала я подумала, что вижу два дерева, потом еще раз взглянула и обнаружила, что у них одна крона. Таким образом, это было древо жизни, растущие по обеим сторонам реки жизни. Ветви его склонялись к тому месту, где мы стояли, и плоды его, похожие на золото, смешанные серебром, были прекрасны. Мы все прошли под дерево и сели, любуясь великолепием этого места. В это время к нам подошли братья Фич и Стокмен, которые проповедовали Евангелие Царствия и которых Бог положил в могилу, чтобы спасти для вечности. Подошедшие попросили нас рассказать, что мы пережили, пока они покоились. Мы попытались вспомнить самые тяжкие наши испытания, но они показались такими ничтожными в сравнении с превосходящей все земное вечной славой, которая окружала нас, что мы ничего не смогли рассказать о них и лишь в один голос воскликнули «Аллилуйя!» Как просто было попасть в вечность! Затем мы коснулись струн наших чудесных арв, и небесные своды наполнились музыкой. С Иисусом во главе мы все покинули небесный град и сошли вниз на землю, на великую и славную гору, которая не выдержала Иисуса и раздвоилась, образовав большую долину. Затем мы посмотрели вверх и увидели великий город с двенадцатью основаниями и двенадцатью воротами по три с каждой стороны и ангела у каждых ворот. Мы все воскликнули «Город! Великий город, нисходящий от Бога с неба!» И он спустился на то место, где мы стояли. Затем мы начали осматривать великолепные строения вне стен города. Я увидела удивительные прекрасные дома, сделанные как бы из серебра и поддерживаемые четырьмя столпами, инкрустированными самыми красивыми жемчужинами. В этих домах должны были жить святые. В каждом доме имелась золотая полка. Я видела, как многие святые входят в дома, снимают свои сверкающие венцы и кладут их на эти полки, а затем выходят на близлежащее поле, чтобы поработать на земле, но не так, как трудимся мы. Вовсе нет. Славный сверкающий ореол покоился над их головами, и они все время восклицали от радости и воздавали хвалу Богу. Я увидела другое поле, на котором росло множество разнообразных цветов, и, собирая их, я восклицала, они никогда не завянут. Затем я увидела еще одно поле с высокой травой, прекраснейшей на вид. Она была ярко-зеленого цвета и переливалась серебром и золотом, когда величаво покачивалась, склоняясь перед славой Царя Иисуса. Затем мы вышли на поле, на котором резвилось много всяких зверей. Лев, ягненок, леопард, волк. Все пребывали в полном согласии между собой. Мы прошли между ними, и они мирно последовали за нами. Потом мы вошли в лес, не такой темный, как у нас здесь, нет, нет, это был светлый и преславный лес. Ветви деревьев плавно колыхались, и все мы воскликнули, мы будем жить на природе и спать в лесах, не опасаясь за свою жизнь. Мы прошли через леса, направляясь на гору Сион. По дороге мы встретились с еще одной группой, которая тоже осматривала местные красоты. Я заметила красные полосы на их одеждах. Их венцы ярко сияли, одежды были ослепительно белы. Когда мы поприветствовали их, я спросила у Иисуса, кто это. Он ответил, что они мученики, принявшие смерть за него. С ними было бесчисленное множество детей. Их одежду также украшали красные ленты. Перед нами возвышалась гора Сион, а на горе красовался великолепный храм. Вокруг нее располагались семь других гор, поросших розами и лилиями. Я видела, как дети взбирались или по желанию взлетали с помощью маленьких крылышек на вершины гор и собирали невянущие цветы. Вокруг храма как украшение были посажены всевозможные деревья. Самшит, сосны, ели, маслины, мирт, гранатовые деревья. Смоковница пригнулась к земле под тяжестью плодов. Все это придавало неповторимое очарование пейзажу. Когда мы уже собирались было войти во святой храм, Иисус возвысил свой прекрасный голос и сказал, «Только сто сорок четыре тысячи войдут сюда». И мы воскликнули «Аллилуйя!» Этот храм поддерживался семью столпами, отлитыми из прозрачного золота и инкрустированными самыми изысканными жемчужинами. «Я я не в состоянии описать ту красоту, которую там увидела. Ой, если бы я могла говорить на языке ханаанском, тогда я могла бы хоть что-то рассказать о славе лучшего мира. Я видела там каменные скрижали, на которых золотыми буквами были высечены имена сто сорока с четырех тысяч. Осмотрев славу храма мы вышли. Иисус оставил нас и ушел в город. Вскоре мы снова услышали его прекрасный голос, говоривший «Приди, народ мой! От великой скорби пришли вы и исполнили волю мою, страдая за меня. Придите на вечерю, ибо я припояшусь и буду служить вам». Мы закричали «Аллилуйя, слава!» и вошли в город. Я увидела стол из чистого серебра, протянувшийся на многие и многие мили. Тем не менее, мы могли охватить его взором от начала до самого конца. Я увидела плоды дерева жизни, манну, миндаль, смоклы, гранаты, винограды, и многие другие фрукты. Я попросила у Иисуса разрешения попробовать от этих плодов. Он ответил «Не теперь». Вкусившие плод этой страны уже не вернутся на землю. Но вскоре, если останешься верной, будешь вкушать от дерева жизни и пить воду жизни». Далее он сказал «Тебе нужно снова повернуться на землю и рассказать о том, что я открыл тебе». Тогда ангел осторожно опустил меня обратно в этот мрачный мир. Иногда мне кажется, что оставаться здесь просто невыносимо. Настолько мрачным и удручающим кажется мне все земное. Я чувствую себя здесь очень одиноко, потому что видела лучшую страну. «Ой, если бы у меня были крылья, как у горлицы, чтобы я могла улететь прочь и обрести покой». Когда видение закончилось, все вокруг стало для меня совершенно иным. Все, что увидела, было окутано мраком. О, каким мрачным показался мне этот мир! Я заплакала, когда снова очутилась здесь и затасковала по небесному дому. Я видела лучший мир, и его красота затмила в моих глазах мир здешний. Я рассказала об этом видении нашей небольшой группе в Портленде, и все братья и сестры тогда уверовали, что оно от Бога. Какое замечательное это было время! Блаженство вечности покоилось на нас! Спустя примерно неделю Господь дал мне другое видение и показал, через какие испытания мне предстоит пройти. Я должна была пойти и рассказать другим людям то, что Он открыл мне. Господь предупредил, что мне придется столкнуться с сильным противодействием и пережить душевную депрессию. Но ангел утешил меня. Довольно для тебя благодати Божьей. Он поддержит тебя. Когда я вышла из этого видения, меня охватила сильная тревога. У меня было очень слабое здоровье, и мне было всего семнадцать лет. Я знала, что многие пали из-за самовозвышения, и что если я хоть немного возгоржусь, то Бог оставит меня, и я обязательно погибну. Тогда я предстала перед Господом в молитве, умоляя Его возложить это бремя на кого-нибудь другого. Мне казалось, что я не осилю его. Долгое время я лежала ниц, но единственный ответ, который был дан мне, был таким. Открой другим то, что я открыл тебе. В следующем своем видении я искренне просила Господа, что уж если мне суждено пойти и рассказать о том, что Он показал мне, то пусть Он сохранит меня от гордыни. Тогда Господь показал мне, что молитва моя услышана, и что если мне будет угрожать опасность самовозвышения, то его рука будет на мне, и я буду поражена болезнью. Ангел же добавил, если ты будешь верно нести весть и претерпишь все до конца, то будешь вкушать плоды из древа жизни и пить воду из реки жизни. Вскоре повсюду распространилось мнение, что мои видения были следствием месмеризма, и многие адвентисты готовы были поверить этой неправде. Один известный врач-гипнотизер сказал мне, что мои видения чистый месмеризм, что я легко поддаюсь внушению, и что он сам может легко загипнотизировать меня и дать мне видение. Я ответила ему, что Господь показал мне в видении месмеризм от лукавого и вскоре отправиться в бездну вместе с теми, кто продолжает его использовать. Затем я предложила ему попробовать загипнотизировать меня. Он бился в течение получаса, прибегая к различным методам, но вынужден был отказаться от своей затеи. Благодаря вере в Бога, я смогла воспротивиться его влиянию, так что оно не причинило мне ни малейшего вреда. Если я получала видение во время собрания, многие говорили, что это следствие повышенной возбудимости, что кто-то загипнотизировал меня. Тогда я уходила одна в лес, где ни один глаз не видел и ни одно ухо не слышало у меня, кроме Бога, и молилась ему. И он давал мне видение иногда прямо в лесу. Тогда я радовалась и рассказывала братьям и сестрам, что Бог открыл мне, когда я была в одиночестве и когда ни один смертный не мог воздействовать на меня. Но кое-кто пытался убедить меня, что я занимаюсь самовнушением. О, подумала я, неужели дело дошло до того, что всех, кто искренно обращается к Богу, надеясь на его обетование и спасение, будут обвинять в связи с мерзкой, губящей душу гипнотической силой. Неужели мы просим нашего доброго небесного отца о хлебе, чтобы получить камень или скорпиона? Все это удручало мой дух, вызывало страшные душевные муки. Я была близка к отчаянию, потому что многие люди пытались внушить мне, что никакого святого духа нет, и что все духовные опыты святых мужей божьих были вызваны гипнозом или дьявольским обманом. В это время в штате Мэн были отмечены случаи проявления фанатизма. Некоторые из братьев стали полностью воздерживаться от любого труда и исключали из церкви всех, кто не разделял их взглядов по этому и другим вопросам, касавшимся религиозного долга. Бог в видении открыл мне эти заблуждения и послал меня сказать своим заблудшим детям, что они ошибаются. Но многие из братьев и сестер полностью отвергли весть и обвинили меня в уподоблении миру. Помитого, номинальные адвентисты обвинили меня в фанатизме и кое-кто из братьев, на заблуждение которых я попыталась указать, оклеветали меня и выставили как предводительницу фанатиков. Они постоянно называли и навязывали новые даты пришествия Господа. Но Он показал мне, что все сроки пройдут, ибо перед пришествием Христа должно наступить время скорби, и что каждый несбывшийся срок будет только ослаблять веру Божьего народа. За эту весть меня обвинили в том, что я приняла сторону лукавого раба, который говорит в сердце своем «Не скоро придет Господин мой». Все это сильно тяготило меня и угнетало мой дух, находясь в смятении, я иногда была искушаема усомниться в своем опыте. Когда однажды утром во время семейной молитвы сила Божья начала сходить на меня, у меня возникла мысль, что это результат гипноза, и я стала сопротивляться ему. В тот же миг я онемела и на несколько мгновений потеряла связь с окружающим миром. Затем я осознала, что согрешила, усомнившись в Божьей силе, и что именно за этот грех Бог наказал меня временной немотой. Но мне дали понять, что я обрету способность говорить менее, чем через сутки. Мне также была показана карточка, на которой золотыми буквами были выбиты пятьдесят текстов из Библии. Когда я вышла из состояния видения, то жестами попросила грифельную доску, написала на ней о своей немоте, о том, что увидела, а также о том, что мне нужна большая Библия. Взяв Писание, я без труда нашла тексты, которые были указаны на карточке. Весь день я не могла говорить. Рано утром следующего дня душа моя преисполнилась радости, и язык мой разрешился, чтобы петь хвалу Богу. После этого я не осмеливалась даже на мгновение воспротивиться силе Божьей, чтобы не думали обо мне другие люди. В 1846 году, будучи в Ферхевне, штат Массачусетс, моя сестра, которая в то время обычно сопровождала меня, сестра А, брат Г и я отправились на парусной лодке посетить одну семью, жившую на острове Уэста. Было уже совсем темно, когда мы отплыли. Не успели мы отойти на достаточное расстояние от берега, как внезапно поднялся сильный шторм. Гремел гром, сверкали молнии, пошел сильный дождь. Стало ясно, что если Бог не спасет нас, мы погибнем. Я преклонила колени и начала молиться Богу об избавлении. И там, среди пенящихся, бушующих волн, когда вода уже заливала лодку, я была восхищена в видении и увидела, что скорее в океане не останется ни капли воды, чем мы погибнем, ибо работа моя еще только началась. Когда я вышла из этого состояния, все мои страхи улетучились, и мы воспели хвалу Богу. Наша маленькая суденышка была для нас плавучим вифилем. Редактор Адвент Геральт утверждал, что мои видения были следствием гипнотических действий. Но спрашиваю я, была ли у кого-либо из присутствовавших в тот момент в лодке возможность заниматься гипнозом. Брат Геральт предпринимал сверхчеловеческие усилия, чтобы справиться с управлением. Он попытался бросить якорь, но якорь волокло вместе с лодкой. Наш маленький кораблик швыряло по волнам, и ветер гнал его в неизвестном направлении. Было так темно, что с кормы не было видно, что делается на носу. Вскоре якорь за что-то зацепился, и брат Геральт стал звать на помощь. На острове стояло два дома, и оказалось, что мы находимся недалеко от одного из них, но не того, который мы собирались посетить. Вся семья уже легла спать, кроме маленькой девочки, которая по божьему проведению услышала крик о помощи. Ее отец вскоре добрался до нашего суденышка и на маленькой лодке доставил нас на берег. Большую часть той ночи мы провели в хвале и благодарении Богу за его чудесную милость к нам. Ты сила мне живу тобой, тебя ищу я всей душой, ты для меня все во всем. Господь тобою я богат, и за тобой идти я рад, ты для меня все во всем. Огне с Божьей Божьей Сын вечный и святой, огне ты ты спаситель мой ты спаситель мой снял мой грех мою вину Поднял меня на высоту, Ты для меня всё во всём. Ты изменил всю жизнь мою, И для тебя я жить хочу, Ты для меня всё во всём. Агнец, Божий Сын, Вечный и Святой. Агнец, Иисус, Ты Спаситель мой. Агнец, Божий Сын, Вечный и Святой. Агнец, Иисус, Ты Спаситель мой. Агнец, Божий Сын, Вечный и Святой. Агнец, Божий Сын. Агнец, Божий Сын.